Новое видео выходит каждый день в 20.00. Итак, ребята, тема у нас сегодня максимально интересная, поэтому давайте, как я обычно и предпочитаю, как я обычно и делаю, мы начнём с маленькой предыстории. Всё дело в том, что когда-то уже достаточно давно, там скоро этому обзору будет год, я выпустил обзор на некто Тофика Дипсайза, и тогда в том обзоре я, так знаете, мельком, да можно даже сказать, не мельком, упомянул такого человека, как виртуального бродягу. Ну просто там это было, ну, максимально уместно, как лично мне кажется, дабы показать всю сущность такого человека, как Тофик Дипсайз. А если не смотрели данный обзор на основном канале, советую вам его максимально посмотреть, прям от начала и до конца. Там, возьмите себе там чай, печеньки, какие-нибудь салаты, оливье, и ладно, ладно, Новый год кончился, поэтому просто чай возьмите, и печеньки, и можете посмотреть данный обзор, так сказать, отдохнуть. Ну и в целом там надо вдумываться, поэтому если что, то ссылочку на обзорчик найдёте на официальном канале. Так вот, в том обзоре я так мельком упомянул бродягу, и тогда бродяга отозвался обо мне достаточно неплохо, сказал, что подача и всё такое похоже на немагию, я такой, типа, ну да, я этого эффекта и добивался, и всё, и мы с ним больше не общались. И как лично мне кажется, виртуальный бродяга был достаточно неплох, как в плане Ютуба, так и в плане его, понимаете? То есть он, ну такой человек, ну, не знаю, нормальный, скорее всего нормальный. Я ничего про него такого говорить не буду, плохого в данном ролике, потому что лично он мне ничего плохого не сделал, просто на данный момент он несёт полнейшую прям лютую хуйню. Дело в том, что многие, многие люди могут в это поверить и начать делать то, что он вам там говорит. Не нужно этого делать, сейчас расскажу почему. Итак, недавно у него вышел ролик, который называется «Слив идеи для самп-ютубера», но перед этим у него вышел ещё один ролик, в котором он анонсировал, анонсировал такую вот, прям вот, идею, идею для самп-ютуба, с которой вы стопроцентно подниметесь, если, естественно, успеете сделать её первым. И, вы знаете, когда вы слышите нечто подобное от какого-то самп-ютубера и так далее, то вы уже сразу должны понимать, что человек несёт полнейшую хуйню. Всё дело в том, что на ютубе нету какой-то одной идеи, которую вот вам сказали и вы сделали. Вся карьера на ютубе, она заключается постоянно в том, чтобы преодолевать себя, придумывать какие-то новые форматы, экспериментировать с этим, экспериментировать с монтажом, кардинально, может быть, может быть, менять направление своего контента и так далее, вводить что-то новое. И то есть успех, он заключается просто в том, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. То есть если вы будете делать какие-то ролики и рассчитывать на успех, рассчитывать на большую прибыль, рассчитывать на какую-то там, знаете, популярность в кавычках, то вы ничего и никогда не добьётесь. Просто понимаете, все вот эти вот великие художники, поэты, композиторы и так далее, они известны просто потому, что они делали то, что им нравилось и никого не слушали. И поэтому они стали популярны. То есть давайте немножечко подытожим. То есть кто-то рисует, кто-то поёт, кто-то сочиняет музыку и так далее. И благодаря этому становится популярным. А что нужно делать, чтобы просто вот так вот стать популярным? Просто понимаете, у поэтов, композиторов и так далее, популярность это было как следствие той работы, которую они в свою очередь проводили. Постоянная работа над собой, постоянное преодолевание себя, старание прыгнуть выше головы, делая всё новое и новое, я не знаю, как это можно назвать, композиции или продукты. Наверное, продукты будет правильно сказать, контент. Делая какой-то новый контент, стараясь прыгнуть постоянно выше головы. И то есть, понимаете, нету какой-то одной идеи на ютубе, которую вам сказали, вы сделали и стопроцентно стали успешным. Такого просто нет, такого нету. Такого нету вот ничего, каких-то подобных ситуаций в истории, когда человеку сказали сделать то-то, то-то, он это сделал и стал популярным на ютубе. Нет. Взять того же самого популярного пьюдипая, он делал то, что ему нравилось, и благодаря этому стал популярен. Всё. То есть, у него не было основным мотивом его творчества, его деятельности, популярность. Ну так вот, ладно, это я уже зашёл немного в дебри, там, с пьюдипаем и так далее. На эти темы лично я могу говорить бесконечно, поэтому, если есть желание со мной поговорить, милости прошу на мои стримы на Твиче, ссылочка находится в описании. Ну, мало ли, мало ли вам хочется со мной поговорить, что-то у меня спросить и так далее. На стримах на Твиче я общаюсь с чатом, это стоит в приоритете лично у меня общение с чатом, поэтому, если что, все ссылочки будут в описании под данным видеороликом. Так вот, что предлагает нам сделать бродяга в своём видеоролике? В общем, вы сейчас, главное, не смейтесь, желательно сядьте, а лучше ложитесь куда-нибудь на кровать, если вы там смотрите с телефона и так далее, потому что, скорее всего, вы упадёте от того, что он предложил сделать каким-то начинающим ютуберам и так далее. Это какой-то полный пиздец. То есть, он говорит, вот вы знаете, в Самп пришла вот эта вот эра Вебок и Хромакея, эту эру принёс Долорензи, и он стал популярным только потому, что он сделал это первым. И это уже неправильно, потому что до него в этом самом Сампе это делал Юджин. То есть, Долорензи ничего нового не придумал. Долорензи лишь успешно адаптировал, и всё, добавил что-то от себя. Разумеется, разумеется. Он добавил вот эти вот все проработанные сюжетные линии и так далее. Ну, в общем, я думаю, что это не особо важно. Так вот, Долорензи всё это сделал, и благодаря этому он сейчас, по-моему, насколько я знаю, самый популярный Самп-Ютубер. Так вот, что же нам предложил Бродяга? Ну, то есть, он такой, типа, говорит... Я не уверен, что я скажу сейчас дословно, как сказал он, но он такой, типа, говорит... Вот вы знаете, вы можете снимать там на фоне вебки, типа на вебку, там, на фоне хромакея и так далее. При этом вы будете человеком, играющим за персонажа. А что, если вы сами станете персонажем? Бля, я просто... Как ты это придумал? Нахуя? ЗАЧЕМ?! И знаете, чего только не хватало? Чтоб я сам стал OG-локом. Но нет, я Руслан, и я насмотрелся других ютуберов и выбрал очень пагубный для себя путь. Снимать летсплей с лицом. Я думал, что и так наберу кучу просмотров и подписчиков, так как это очень круто, но на самом деле нет. Это было круто, когда два года назад это... Никто не знал, что так можно было, и все, у кого сейчас 150 тысяч подписчиков и больше, снимают с вебкой. А теперь вспомните, что я говорил раньше. Не хватало только того, чтобы я сам стал OG-локом. И да, 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 это возможно. Это, если что, и есть та идея. Вы сможете стать персонажем своего канала, как в GTA. Думаю, вы не совсем поняли, о чём я говорю, поэтому показываю. У меня есть два способа. Для видео с игрой и для видео в реальной жизни. Сначала расскажу про игру. Думаю, многие знают, хотя это, в принципе, вряд ли, про такую программу FaceRig. А если не знаете, то вот именно она трекерит лицо стримера и налаживает на него вот эту вот собаку или енота. Думаю, вы уже понимаете, к чему я клоню. Вам остаётся только найти чувака, который занимается модельками и заказать у него модель вашего скина. И всё, ваш Федот-пулемёт будет разговаривать со всеми эмоциями на лице, с аудиторией напрямую. Так можно даже сериалы снимать, так как на фон можно поставить хромакей и наложить на любой видеопейзаж Сампа. Феллини на заметку. Я, конечно же, заказывать ничего не буду, так как я уже выбрал другой путь. Я не понимаю. Я действительно, блядь, не понимаю. То есть, он предложил на вебку, либо там ещё как-то. Я вам сейчас просто передам общую концепцию того, что он предложил нам сделать. Вот, но не обязательно я скажу слово в слово, как сказал он. В общем, идею я вам передам. Он предложил сделать, то есть, либо одеваться, быть похожим на УДЖИЛОКа, на веб-камеру, когда ты себя снимаешь на фоне хромакея, либо при помощи айфона, новых айфонов, блядь, создать там себе вот этого своего аватара, я не знаю, как это называется. И то есть, снимать себя на телефон, короче, он предложил, при этом подставляя вот эту вот голову, созданную в редакторе айфона, на своего персонажа. Ну то есть, на себя. И таким образом стать персонажем. Так, ну а теперь второй способ для жизни. Думаю, вы все видели ролик «Бомж сам в реальной жизни», «Кампт в ГТА в реальной жизни», «Набил татуировку ГТА сам в реальной жизни». Короче, все ролики, которые снимаются на улице. Этот способ чуть дорогой, но так как вам всё равно для хорошей съёмки понадобится хорошая камера, хорошее качество какое-то. Вам надо купить телефон, а именно, какой-то айфон, я бы сказал, а какой-то из иксов, там XR, X или XS. Так как только там есть анимоджи, которые трекерят лицо. Заходим в SMS, находим эту функцию, настраиваем своё анимоджи, и вуаля, у вас есть теперь ваш игровой персонаж в реальной жизни. Ещё и с вашим телом. Да, конечно, лицо будет отличаться от скина в Сампе, но все и так понимают, что вы не настоящий OG Logs игры. Так что, думаю, этот совет тоже годный. На этом, в принципе, всё. Осталось только найти идею, что снимать и в путь. Я лично, когда это придумал, хотел снимать челленджи в GTA Самп. Я до конца надеялся, что это какой-то рофл, блядь. Но нет! Он на полном серьёзе это говорит. Просто, блядь, это громешный пиздец. Я не понимаю. Я понимаю, что для человека, делавшего всю жизнь летсплей, больше ничего, не имеющий за плечами, то есть всё, что он постоянно делал, это летсплей. Всё. То есть, что нужно для летсплеев? Бандикам, фрапс, экшен, там, шадоу-плей, не знаю, чем хочешь, снимай. Вот. И микрофон. Всё. То есть, ну и более-менее вменяемый компьютер, для того, чтобы фрапсить самп, и всё. И то есть, у него нету ни таланта, ни какого-то старания, ни желания что-то сделать, потому что ролики выходят, блядь, раз в год. Просто пиздец, бродяга, ну какую же хуйню ты несёшь? Я просто не понимаю. Я до сих пор надеюсь, что ты просто так зарофлил, потому что я сидел, я, блядь, смеялся от того, что ты предложил, блядь. Это настолько, блядь, смешно. Я просто, я не мог, бродяга. Это пиздец. Блядь. В общем, чуваки, я вот думаю тоже, нужно будет это самое, сделать вот такую вот идею, которую бродяга нам предложил сделать. Смотрите, чуваки, у меня есть стопроцентная идея того, как вы можете стрельнуть на Самп Ютубе. Смотрите, заходите во Вконтакте, в игру Аватария, там создаёте персонажа, похожего на персонажа из GTA San Andreas, вот, на того, на кого вы хотите быть похожи. Вот. И то есть, снимаете Аватарию. Ну всё. То есть, это всё. Снимаете Аватарию и костите под персонажа из GTA Самп. Это стопроцентная идея, чуваки. Вы 100%... Да какие 100... 200... 100-500% вы стрельнёте на Ютубе, если сделаете это одним из первых. То есть, я, блядь, вы даже логически подумаете. Если человек, зная то, как можно стрельнуть на Ютубе, нахуй он будет это вам рассказывать? Блядь, он сам, наверное, воплотит это в жизнь. И всё. Блядь. Я... Я... Нет. Ладно, бродяга. Если это был Роффл, и тебя вот это как-то обидит... Извини. Если ты серьёзно, то ты... Ты тупой еблан. Блядь, ты тупой еблан. Плюс ты ещё дружишь там с Дантой, с Вертеичем. Ничего плохого не хочу сказать про Вертеич, кроме того, что он тупой. А ничего плохого про Данта не хочу сказать, кроме того, что он тупой. Да. То есть, как-то странно оценивать человека, наверное, по его друзьям. Но, как... Вот есть одна вот такая старая поговорка. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И, бродяга, я думаю, что это тебя описывает, как нельзя лучше. Блядь. Просто ты начал общаться с какими-то дегроидами, блядь, и отупел. Бродяга, блядь. Ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока, блядь. И вот исполняйте эту... Цель, которую я вам сказал из Аватарии, и у вас будет миллиард просмотров и подписчиков. В общем, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok